Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я расскажу, как привлечь счастье, богатство и удачу в ваш дом с помощью растений. Наблюдательные цветоводы давно подметили удивительные свойства некоторых комнатных растений, способных своей сильной энергетикой влиять на нашу жизнь и менять ее в лучшую сторону. Собираясь украсить свое жилище, обратитесь к народной мудрости и подберите такое растение, которое поможет вам разрешить ту или иную проблему. Алоэ древовидное или столетник. Столетник добился популярности не только благодаря целебным свойствам. Наши бабушки хорошо знали о его поразительной способности защищать домочадцев от сглаза, дурного влияния и несчастных случаев, поэтому всегда держали алоэ в доме. Куст алоэ образует вокруг себя спокойную дружелюбную атмосферу. Также говорят, алоэ продлевает молодость. Плющ. Это растение чудесным образом гармонизирует отношения между супругами, которые много лет состоят в браке. В большом количестве стран этот цветок преподносит в качестве живой валентинки, символизирующей признание в любви. Плющ очень нежное и красивое растение. Его рекомендуется выращивать в спальной комнате. Фикус. Фикус с его округлыми листьями тоже приносит удачу, богатство и процветание. Его следует ставить рядом со входом в дом или в офис, в зону богатства. Ухаживать за фикусом несложно, разместить его следует в полутени и использовать хорошо дренированную смесь для горшочных растений. Любой фикус, это к добру, уверены в странах Азии, откуда родом эти неприхотливые красавцы. Но особо ценится фикус бенджамина. В Китае, например, получить в подарок фикус бенджамина, это сразу обзавестись добрым приятелем, ведь считается, что подаривший это растение искренне желает хозяину долгих лет, удачи и благополучия. Оксалис или кислица. Это комнатное растение, настоящий лекарь, исцеляет цветок на энергетическом уровне, укрепляет здоровье и помогает быстрее избавиться от физического недуга. Оксалис будет полезен в любом жилище, а в комнате человека, который болен, окажется просто незаменим. Листья этого цветка похожи на большие лепестки клевера, поэтому с первого взгляда становится понятно, что Оксалис может приносить лишь удачу своему владельцу. Издавна принято дарить такой цветок на праздники, а уж если у него еще и есть четырехлистные побеги, то счастье и невероятное везение просто гарантированы. Спотифилум или женское счастье. Этот цветок не зря называют женским счастьем. Растение удивительным образом меняет жизни одинокой женщины к лучшему, помогает обрести настоящую любовь. Замужних и обрученных дам это растение избавит от ссор и недомолвок с мужем или женихом и поможет гармонизировать отношения. Этот цветок — настоящая лакмусовая бумажка в отношениях, если спотифилум начинает вянуть, значит, из отношений ушла гармония. Напротив, если он бурно цветет и растет, значит, в семье все отлично. В целом этот цветок улучшает отношения, дарит своим владельцам удачу, благополучие и счастье. Китайская роза или гибискус. Помимо эстетической красоты, этот цветок способен принести счастье и радость в дом, где растет. Многие приметы и поверья только подтверждают этот факт. Так, считается, что цветение китайской розы сулит благополучие и успех для всех домочадцев, а цветок с красными соцветиями привносит в жизнь любовь и разжигает чувства. Кроме того, благодаря антисептическим свойствам цветок улучшает здоровье, что подтверждается многими наблюдениями и народной молвой. А вот если цветок начинает чахнуть, то это может значить как надвигающееся несчастье, так и стремление цветка забрать негатив на себя, а своим владельцам оставить лишь хорошее. Синполия или фиалка. Еще одно мощное растение, привлекающее в дом удачу. Поставить ее нужно в юго-восточном уголке вашего дома, тогда она будет приносить финансовый достаток и процветание. Это растение рекомендуют тем, у кого на душе неспокойно. Нежные фиалки дарят уверенность и покой, особенно белые. Такое растение считается цветком мира. Уже давно известно, что если в квартире выращивают фиалку, то ссора между домочадцами происходит крайне редко. Также данный цветок является символом верности. От душевных страданий поможет избавиться белая фиалка. Ее рекомендуется посадить тому человеку, у которого на данный момент довольно трудный период в жизни. Обязательно приобретите пару фиалок, если любите комнатные цветы. Помимо того, что эти маленькие цветочки являются настоящим магнитом для денег. Фиалки очень красивые и поднимают настроение всякий раз, когда вы на них смотрите. Пеларгония или Герань. Все разновидности этого цветка обладают магическими силами. Но особенно мощная энергетика присуща экземплярам с красными соцветиями. Такой домашний помощник надежно уберегает домочадцев от порчи с глаза, а также привлекает в дом деньги. Женщинам и мужчинам, еще не встретившим свою любовь, стоит обратить внимание на пеларгонию с розовыми цветками. Семейные пары, которые никак не могут завести детей, должны держать в спальне белую герань. С геранью вы не прогадаете, даже если денег больше не станет. Эти лечебные комнатные цветы, богатые фитонцидами, буквально оздоравливают воздух в доме. Листья герани – излюбленное средство народной медицины. Их применяют для лечения разных недугов от простуды. Цикламен. Этот комнатный цветок – сильнейший маг и волшебник, наполняющий дом счастьем и радостью. Он надежно защищает своих хозяев от происков недоброжелателей, отводит от них дурные пожелания и проклятия, нейтрализует заклинания черной магии. Горшок с цикламеном, расположенный в спальне, будет оберегать от плохих сновидений. Хлорофитум. Неказистый на вид хлорофитум пригодится там, где часто возникают ссоры, разногласия и недомовки. Это касается не только домашнего помещения, но и рабочего офиса. Замечено, что работники, возле стола которых растет хлорофитум, всегда оказываются душой офисного коллектива и не имеют проблем в общении ни с коллегами, ни с начальством. Толстянка или денежное дерево. Это комнатное растение, именуемое также денежным деревом, поможет справиться с финансовыми проблемами. Однако магические чары толстянки раскроются только в том случае, если она будет расти в красном горшке и от хорошего ухода иметь не мелкие, а крупные толстые листья. Есть мнение, чем дольше в доме живет толстянка и чем толще ее стебель, тем весомее ее вклад в процветание владельца. Но чтобы примета сработала, прежде чем пересаживать в красивый горшок растение, не забудьте положить на дно монету. Замиакулькас или долларовое дерево. Растение наделяет своего хозяина статусностью, престижем, чудесным образом налаживает финансовые дела, приносит денежную удачу и богатство. Этот выходец из Америки с красивыми продолговатыми листьями приносит удачу, благополучие и богатство своим владельцам. Его рекомендуют ставить в офисах, особенно в кабинетах финансовых директоров. Это растение не только эффективно очищает воздух, но и улавливает вредное излучение от компьютера, то есть действительно оздоравливает атмосферу. А где здоровье, там и удача, и благополучие. Комнатный бамбук. Цветоводов это растение привлекает еще и своей чрезвычайной неприхотливостью, оно требует минимального ухода. Взамен же бамбук подарит хозяину деньги, долголетия, здоровье и привлечет в его жизнь финансовый успех. Мята. Ее очень любят ценители ароматного чая. Впрочем, мята оказывается способна не только успокаивающе воздействовать на человека, но и обеспечить ему удачу. Чтобы примета сработала наверняка, рядом с горшком следует положить несколько монет. Азалия. Это растение способно положительно влиять не только на финансовое состояние владельца, но и на его физическое здоровье. Даже несколько минут, проведенных рядом с растением, могут заметно повысить настроение и вернуть радость жизни. Лимонное дерево. По мнению знатоков восточной философии, оно непременно принесет благополучие в дом, где растет. Его энергетика гасит ссоры и конфликты, помогает хозяину зарабатывать больше. По финшую сажать растение, которое приносит деньги в дом, нужно в красный горшок, ставить в юго-восточной части жилья. Первую свалившуюся на вас финансовую удачу рекомендуется отдать на благотворительность, чтобы открыть денежный поток. Ну и ухаживать за растением нужно правильно, потому что лучший период для привлечения денег, когда домашнее деревце плодоносит. Субтитры создавал DimaTorzok